Добрый день! Пандемия коронавирусной инфекции, о которой объявила 11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения, затронула практически весь мир. По последним данным, ВОЗ заразилось более полутора миллиона человек. Почти 93 тысячи умерли. Больше всего инфицированных в США, Испании, Италии. В Китае, откуда началась вспышка коронавируса, несколько дней назад было сообщение о том, что эпидемия прекратилась. В Башкирии за последние сутки также регистрируются новые случаи заражения. Все данные на сайтах имеются, в интернете имеются. В соответствии с Федеральным законом 52, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается в том числе посредством выполнения санитарно-эпидемиологических, профилактических мероприятий и обязательного соблюдениями гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил. Поэтому неукоснительное выполнение вот этих профилактических мероприятий привезет к победе над данным вирусом. Еще ведущийся хирург Пирогов говорил, что будущий принадлежит медицине профилактической. Профилактика это составная часть медицины, и поэтому предупредить болезнь всегда легче, чем его лечить. И еще говорят, предупрежден значит вооружен. Мы все предупреждены, у нас отработана прекрасная система мероприятий. Имеются постановления правительства Российской Федерации, указы главы Республики Башкортостан, рекомендации Роспотребнадзора. И если мы все вместе будем выполнять все эти требования, мы действительно победим этот вирус. В зоне риска данного заболевания находятся все, начиная с детей и кончая пожилыми людьми 65 лет и более. Тут люди с хроническими заболеваниями, беременные женщины, медицинские работники, работники, которые по родственной деятельности общаются с большим кругом населения, скажем. Но особенно тяжело переносят данные заболевания дети и пожилые. Дети, у них еще иммунная система слабая, неокрепшая, а у пожилых она уже ослабленная, и поэтому очень уязвимыми являются данные группы населения. Симптомы заболевания вы все, конечно, знаете. Это температура, повышение температуры, головная боль, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, ташнота, рвота, диарея. Короче, все симптомы, которые присутствуют при грепе и острых респиратурных заболеваниях. Всем работникам, которые находятся в контакте с большим количеством населения, продавцы, работники аптек, транспорта, сотрудники МВД, которые сейчас работают, другие госорганы, рекомендуется носить маски, защитные перчатки, периодически обрабатывать их, менять маски в течение, ну, через каждые 2-3 часа. Данные меры профилактики, которые проговариваются сегодня каждый день и по нескольку раз по телевидению, по всем средствам массовой информации, направлены на снижение вероятности распространения данной инфекции, чтобы снизить риск заражения и предотвратить распространение данной вирусной инфекции. Еще бы хотелось немного остановиться на памятке, которую разработал Роспотребнадзор для работодателей. Остановимся на некоторых моментах. Для профилактики коронавирусной инфекции в рабочих коллективах работодателям рекомендуется разделить рабочие потоки и обеспечить разобщение коллектива, разместить сотрудников на разных этажах, если здание многоэтажное, в отдельных кабинетах, организовать работу в несколько смен и так далее, как сочтет нужным работодатель. Добавлю, во всех санитарных правилах элементарные вещи, они всегда были прописаны, не только в связи с тем, что вот эта коронавирусная инфекция возникла. Необходимо создать условия для соблюдения личной гигиены, для мытья рук. Для этого должна быть на всех предприятиях в настоящее время, это особенно актуально, раковина с подводкой горячей и холодной воды, мыло, электрополотенце или одноразовое полотенце. И при этом следует предусмотреть конструкцию смесителей так, чтобы они исключали повторное загрязнение рук. Вот не такие вот барашки, которые руками закручиваем повторно, а вот локтевые, они как-то приводы называются или как, или ручные. При входе работников в организации предприятия возможность обработать рук, должна быть кожными антисептиками, предназначенными для этих целей. В том числе с помощью установленных дозаторов, там, ну, как получится. Или там дезинфицирующие салфетки. Далее, контроль температуры тела работников при входе работников в организацию или предприятие в течение рабочего дня. Также необходимо следить за температурой работников. Контроль вызова работникам врача для оказания первой медицинской помощи, если это потребуется. Контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на установленный срок 14 дней, все вы знаете, по возвращению из стран или если были в контакте именно с зараженными коронавирусной инфекцией. Информирование работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены, режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками в течение всего рабочего дня после каждого посещения туалета, скажем. То есть постоянно напоминать своим работникам об этом. Дальше, проводить качественную уборку помещений с применением современных дезинфицирующих средств, разрешенных Роспотребнадзором, скажем. Дальше, если на предприятии организовано, например, питание, если это в столовых, желательно пользоваться одноразовой посудой. Если нет столовой, надо пищу принимать строго в кабинетах, в комнатах приема пищи, где точно также должны быть оборудованы условия для мытья рук, для приготовления, для мытья посуды, но желательно в данном случае пользоваться одноразовой посудой. Но при работе периодически необходимо протирать на всех рабочих местах столы, все поверхности, с которыми контактирует человек. Это оргтехника, гаджеты, все, с чем человек контактирует в течение рабочего дня. Регулярное проветривание через каждые 2 часа помещений рекомендуется также применять в помещениях бактерицидные лампы. Бактерицидные лампы или рециркуляторы воздуха с тем, чтобы обеззараживать воздух периодически. Также рекомендуется ограничить любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников в иных массовых мероприятиях.